Собор православных мирян Собор православных мирян Которые приобрели популярность в противодействии бесовщины, с которой мы сталкиваемся Зал был полон разными людьми, разного интеллектуального уровня, разного жизненного опыта И я даже сказал бы, что единодушие, которое присутствовало в этом зале, безусловно симпатизировало и мне, и нашим соратникам по партии Великой России, которые присутствовали на этом форуме Но был некий перехлёст, который, мне кажется, надо было бы и ведущему, и тем, кто сидел в зале, несколько снизить Потому что слишком какая-то такая сверхбодрая экзальтация, которую надо, конечно, принижать и стараться более взвешенно и высказываться Потому что всё начинает походить на некий такой, говоря современным жаргоном, стёб Вот не надо, мне кажется, стебаться, употреблять слишком грубые слова, которые исходили от ведущего Но выступления действительно были качественные, помимо того, что они создавали эмоциональное единство у людей И вы сможете в этом убедиться по видеоматериалам, которые будут размещены в группе ВКонтакте С соответствующим названием «Собор православных мирян» Вы можете набрать в соцсети ВКонтакте, найти эти видео, они в ближайшее время будут выставлены Посмотреть, кто с чем выступал Ну, практически я до конца досидеть не смог по состоянию здоровья Но, тем не менее, большую часть выступлений я выслушал с интересом Некоторые выступления были для меня такими содержательными, что я чего-то не знал из того, что было сказано А остальные были просто симпатичны И меня порадовало наличие целой команды способных ораторов, которые держат аудиторию Которые понимают, как создать единство с этой аудиторией Которые понимают, что на видео не должно быть таких сухих докладов с какими-то непонятными словами Все очень хорошо За исключением, там одна дама выступала, я у нас тоже находящаяся в прелести У нее там где-то прямо с небес такие вот прорывы благодати И там надо ставить кресты, и у нее в голове полная каша И это единственный человек, который сказал, что Владимира нам надо поддерживать Ибо там где-то в пророчествах кто-то там сказал, что Богородица сказала Что кто-то там слышал, кому-то там явление было Ну, полная собачья чушь Вот сидел я рядом с Владимиром Квачковым И мы почти единодушно оценили это, так сказать, одной фразой Одинаковой фразой Вот, конечно, таких людей подпускать к микрофону не нужно Пусть даже они там где-то умудряются доставать деньги Там писать иконы, большие тут же внесли икону Там, перед которой должны вот женщины, сделавшие аборт, каяться Вот, вся вот эта вот инициативность, конечно, она не по уму Явно не по уму И вот я бы эту даму до микрофона бы не напускал И вообще в этом сообществе вот избыточная экзальтация Она, скорее, не симпатична И со стороны это будет тоже выглядеть не очень прилично Вот, тем не менее, можно быть уверенным, что Вот, после этого форума я в этом убедился И придерживаюсь этого Что мы, конечно, проигрываем И Россию там, конечно, уже проиграли Уже точка невозврата давно в прошлом Вот, но христиане не проиграли еще Христиане не проиграли, они могут дальше продолжать сражаться И система, которую пытаются построить вот эти бесы кремлевские и мирового масштаба Не получится, по крайней мере, на территории России этого не выйдет Не выйдет, почему? Потому что вся эта система будет испещрена трещинами Во-первых, в силу того, что есть стойкое неприятие этой системы со стороны Пусть даже меньшинства, способное на сопротивление меньшинство Оно создает ситуацию, когда тотальность не складывается В этой тотальности никогда не получите Это я говорю тем, кто пытается нас через колено сломать Не получите Сколько бы вы ни пытались со своим концлагерем к нам навязываться, не выйдет А во-вторых, эти люди, которые все это пытаются здесь создать Они интеллектуально несостоятельные И поэтому все, что они придумывают, у них выпадает из рук Чем бы они ни занимались, у них везде провал У них провал, они не умеют руководить хозяйством Там, скажем, для Собянина Москва это слишком большой город Он не может им управлять, у него все валится из рук Для Путина Российской Федерации слишком много Поэтому его сподвижники готовятся к тому, чтобы Россию еще раз расчленить Каждому по удельщику там Раздали этническим меньшинствам территории Которые еще там Сталин с Лениным делили Поделили единую державу на союзные государства Потом союзные государства отпали Это лузеры, это не государства Ни одного на развальных СССР, ни одного полноценного государства не образовалось Но им тяжело, они не могут Они не могут, поскольку был коммунистический отбор кадровый Это был отбор постоянно все более примитивно мыслящих, все более тупых кадров Ну и вот Путин это воплощение Путин, абсолютно не имеющий никакого ни управленческого, ни жизненного, ни профессионального опыта Даже в сравнении с Ельциным, алкоголиком Ну уже действительно глубочайшая деградация И все вокруг него, сравните там, я не знаю, Мишустина с Косыгиным Ну это же просто, даже не надо характеризовать И так все видно Или какую-нибудь там Голикову, с кем угодно Не сравнивать, ну все это люди интеллектуально недостаточные Поэтому, чего бы они не затевали Ничего у них не получится Ничего Сервис Госуслуг, они сказали Подвергся атакам Да мы же понимаем, что это за атаки Это ваши собственные косяки Оставленные дыры Где-то вот специально там Сбербанк Специально дыру оставил В альянсе с мошенниками, чтобы грабить Счета граждан Мало тех миллиардов, которые они присваивают Которые перекачиваются из госбюджета Там Центробанк выделяет Вот представьте себе, вам дали миллиард А через год попросят там миллиард сто миллионов Вы не возьмете Сбербанк запросто берет И удваивает, утраивает Есть механизмы банковского обмана Все это делается Банковская система, она уже отработанная система Воровства Это уже столетие ростовщичества Это и зарубежный опыт Помогают Там тоже у них не все складывается Но тем не менее Постоянная система грабежа происходит И еще без альтернативности Вы не можете жить без пластиковой карточки Вы практически не можете жить Вы не можете жить без счетов Потому что на этот счет вам зарплату будут перечислять А налички уже никто не хочет содержать кассиров И так далее То есть, ну они так вот пытаются ломать через колено Все равно не выйдет Все равно не выйдет И эти тоже провалятся Но первыми, конечно, провалятся Вот эти великие государственные деятели У которых не получается И никогда не получалось ничего И это создает для нас Настрой на надежду Что все-таки В каком-то масштабе Мы сохраним свою цивилизацию И отстоим свою церковь И сгоним из нее бесов Которые сейчас Вот воплотились На форуме, о котором я рассказывал О них говорили Не заглядывая в словарь И не сдерживаясь никак Может быть даже вот с перехлестом Как я считаю Можно было так взвешено И так сказать, что Мало бы не показалось А сейчас можно Ну это там Ругань какая-то Поэтому рекомендую Более взвешенно Когда речь идет Об официальных лицах Более взвешенно высказываться Ну даже если я говорю Что об интеллектуальной недостаточности Путина Это может быть воспринято Как негативная оценка Вот мой собственный Мое собственное оценочное суждение Но я не употребляю Как бы оскорбительных слов Которые оскорбительны сами по себе В любом случае И в любом контексте Вот в моем контексте Это аналитический вывод Вот я рекомендую Тоже так же Достаточно взвешенно Есть действительно В русском лексиконе Такие острые словечки Которые надо использовать И в русской литературе Они встречаются Это все Вполне в порядке вещей И Быть уверенным Они сломаются Надо просто сопротивляться Надо не поддаться этому Не сломаться Не идти туда Куда вас зовет Государственная реклама Каждый день Бесконечно Можно просто не смотреть телевизор Можно Исключить из головы Саму такую возможность Подчиниться всему этому Надо пытаться Склонять тех Кто уже где-то поддался Пошел к Общей солидарности Ну ты же понимаешь Что Тебя не оставят в покое Тебя Самого будут унижать Ты с ними Или с нами Давай ты в нашу сторону Если ты там Чего-то требуешь От меня Ну Сделай вид Что ты требуешь И сделай вид Что Эти требования Удовлетворены Не надо Как я Вчера ехал В метро Некое устройство Которое Всех заставляют Использовать Я не использую Я захожу В метро Там стою Входят Два полиционера Вот Они Эти устройства Используют Они Явно Вот этот Такой пикет Надо ходить И там Кого-то Прессовать Вот Они Индиферентно Там сели Каждый Свой Телефон Играет Я думаю Прикопаются Или нет Мне несколько Остановок Еще ехать Нет Не прикопались И так и нужно Себя вести Нормальному Человеку Даже если Его Как бы Обязывают Чтобы он Он должен Поступать Так Чтобы Всем Было Мерзостно Тем От кого Это требуют Надо Спокойно Как бы Отстранять Эти требования Если Есть возможности Скажем Есть поток Людей Которые Входят В магазин Им пытаются Помешать Но этот поток Не остановить Если люди Будут просто Проходить Сквозь Эти пикеты Ничего Не сделаешь Ничего Не сделаешь Побежишь Там Кого-то Ловить А тут У тебя Толпа Идет Бесконечная Поэтому Как это Есть Мягкая Сила Нежная Я бы даже Сказал Сила Обнять Поцеловать Поцеловать В этих условиях Может быть Будет Слишком Смелым Решением Но Так Отстраниться И Не позволить Себя Унизить А тем Кого Заставляют Унижать Надо Стараться Так Чтобы Все-таки Не унизить Чтобы Мягко Уклониться От Исполнения Таких Обязанностей Которые Наносят Вред Стране Конкретным Гражданам И с этой Солидарностью Мы спасемся Те кто С Христом Те спасутся Кто Против Христа Те Все получат То что Получили Содом и Гамора Вот Не надо Себе Искать Такой Судьбы Должен я Еще сказать В связи С Вот этим Сопротивлением Православных Людей Бесовщины Окружившей Нас Столь плотно В последние Годы Гибель Епископа Диамида Конечно Это очень Большая Утрата Несмотря На то Что В последние Годы Его активность Не была Заметной Это Человек Который Внес Огромный Вклад В то Что Все-таки У нас Остается Надежда На очищение Русской Церкви От скверны И Его Тексты Тексты Его посланий Его Сатанистов Находящихся У власти Захвативших Нашу церковь Это Огромное Дело Было И Которое Действительно Открыло Многим Глаза И То Что Произошло Сейчас Я рассматриваю Как убийство У меня Нет никаких Сомнений Какой-то Самосвал Или Грузовая Машина Так Налетело На Легковушечку В которой Сидел Три Человека И Все Три Человека Погибли А этот Эстонский Почему-то Водитель Отделся Ушибами Я практически Не сомневаюсь Что это убийство Убийца Уедет За рубеж И там Скроется И никаких Следственных Действий Не будет Все это Будет Расценено Как Дорожно-транспортное Происшествие На самом деле Конечно Это организованное Убийство И Имейте в виду Что Своих Лидеров Надо беречь Надо беречь И скажем Вот когда С собора Православных Мирян На котором я был Расходились Известные люди Надо их сопровождать Надо их сопровождать До машины Надо их сопровождать До метро Если они на метро едут Лучше даже И в метро Даже их провожать Потому что Могут быть И всякие провокации И всяких уродов Могут нанять На машине Нельзя Ехать по Тому маршруту Который Скажем Наиболее Благоприятственный Где вас могут Ожидать И подстроить Аварию Конечно Дележ власти В ближайшее время Состоится В этом Нет сомнений И делить эту власть Будут Самые бессовестные люди Они площадку Зачищают От всех Потенциальных Не просто конкурентов А от тех Кто может что-то сказать Такого Что будет услышано Людьми И помешает им Отгрызть Их кусочек власти Это касается И церкви Это касается И государства Вся наша жизнь Пронизана Вот этим Криминалом Который Инициируется И спускается Из Органов власти Из правоохранительных органов Это главный источник Преступности Не обычные люди А вот эти Они собственно И спонсируют Криминал Бандитизм Захват собственности Это у них уже даже Государственная политика Поэтому Чтим Епископа Диамида Те кто Его Лишал Сана Для нас Не являются Никакими авторитетами Даже просто Православными людьми Для нас Он остается Епископом Для нас Он остается Владыкой Царствие ему Небесное Печалимся О этой Безвременной Кончине И ждем Настоящих Православных Пастырей Настоящих Православных Подвижников Таких же Как Епископ Диамит Слава Руси Господи Спаси